Всем здравствуйте! Вы на Политека Онлайн. Наскоро будет полмиллиона, поэтому подпишитесь, поставьте лайк этому видео. И я уверен, что эта беседа будет очень и очень комментируема. Геннадий М. Криптоблогер, финансист и аналитик с нами на связи. Геннадий, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! Очень приятно. Я уже, получается, второй раз на вашем канале. И надеюсь, что сегодня разговор будет тоже интересным и на злободневные темы. Вы знаете, мы очень хотели начать достаточно глубокий анализ нашей жизни постсоветского периода, развал Советского Союза, главных бенефициаров в исторической ретроспективе обсудить. Ну и, конечно же, наложить на империю, которая на месте Советского Союза образовалась, и правоприемницу, Российскую Федерацию. Но начну я, пожалуй, с весточки о том, что Путину не здоровится штамм Дельта. Его подкосил, и достаточно неуверенный внешний вид покашливающего лидера Российской Федерации очень и очень наталкивает на вот такое начало. Скажите, пожалуйста, вот ваше эмоциональное, и не только эмоциональное, а еще и такое аналитическое видение, а Путину долго осталось, и что произойдет, когда его не станет? Вот с такого вопроса я бы начал. Самое опасное, что есть в политике, это комментировать слухи. Ведь на самом деле нет официальных заявлений о его состоянии здоровья. На самом деле то, что мы видим, когда он передвигается в камере, он, в принципе, ходит своими ногами. Даже по косвенным признакам я вам могу сказать, что Ангела Меркель, помните, да, как у нее были некие приступы, ее трясло? Или вот недавно по Телеграму стали гулять видео, где Реджеп Тейпер Эрдоган, президент Турции, запинаясь, как-то ушел из кадра, да, его там потом проводили. Ну, очевидно, что есть какие-то проблемы со здоровьем. И, честно говоря, я не видел, чтобы Путина выводили под руки, или чтобы, например, у него начался эпилептический шок прямо в зале во время выступления. Поэтому мне трудно об этом судить. Но, возможно, знаете, Путин часто говорит такую фразу, типа, не дождетесь. Я знаю, что, возможно, кто-то ждет, когда уже сколько можно, когда уже уйдет. Но пока я не вижу со стороны его здоровья, я не вижу никаких причин к тому, чтобы он вообще куда-то там ушел или что-то заменилось. Это вот лично мое мнение. Вы говорили аналитически, да, я не состою в кремлевском пуле, я туда не вхож, я не знаю, что там на самом деле происходит. Но то, что я вижу глазами, я вижу, что, скорее всего, это ему не помешает в ближайшие лет 10. А мы можем провести параллели между развалом Советского Союза и силами, которые то же самое, практически подобные геополитические разломы провоцируют уже по отношению к Российской Федерации? Нет. Я думаю, это совершенно разные времена. Мы, когда анализируем какие-то вещи, нам всегда важно очень понять, кому это выгодно, в первую очередь. Давайте разберемся насчет Советского Союза. Кому было выгодно развалить Советский Союз? Ну, естественно, понятно, что во всех историях, связанных с Российской империей, с Россией и так далее, начиная, наверное, с 15 века, с тех пор, как Англия становилась, владычественной морской, главным бенефициаром была британская корона. Это абсолютно точно. Потому что Российская империя, весь этот Хартленд, он никак не входил в ту систему, которая привыкла подчинять и покорять себе страны, Британская империя. Это морская империя. Ей важно было отовсюду зайти с моря. Все страны, которые имели морские порты и были легко досягаемы с моря, были уязвимы. Британская империя вместе с испанцами очень хорошенечко завоевали Америку в свое время. Даже несмотря на то, что тогда не было техники, они находились далеко, они высадились. То есть, это нация, которая занимается профессионально уже последние 500-600 лет геноцидом. Ну, под прикрытием демократии, еще чего-то, я не знаю. Конечно, Хартленд, это огромная часть суши, самый большой кусок суши на земле, на которой, ну, с моря высадишься ты там, грубо говоря, в находке или где-нибудь в пивеке, что ты этим добьешься? Ну, ничего, значит, не добьешься. Надо продвигаться по земле, а по этой земле ты не можешь продвинуться, ты здесь завязнешь. Поэтому Советский Союз, это была такая большая империя, которая начинала экспансию в Африку, в Юго-Восточную Азию, в Латинскую Америку. И она представляла собой опасность вот тому сложившемуся западному банковско-финансово-олигократическому консенсусу, который существовал тогда на планете. И, естественно, его надо было как-то уменьшить. Поэтому Советский Союз, завоевать его снаружи невозможно. Есть две вещи, которые очень умные люди знают, стратегия. Есть высказывание Бисмарка, железного канцлера и императора, главы Второго Рейха, который сказал, что с Россией воевать бесполезно, потому что, во-первых, вы увязнете там в этих болотах и в этих морозах, а во-вторых, завоевав ее, вы ничего не получите. Что вы получите? Бескрайние степи, болото и тайгу. Но в этом нет никакого смысла. И второй момент, стратеги знают, которые учились в Вестпойнт, в Американской Академии, то, что прямое военное противостояние с Россией тоже невозможно. Ввиду растянутости территорий, сложности логистики, вообще непредсказуемости всего этого. Поэтому военное противостояние невозможно. Как валили Советский Союз? Советский Союз начали валить изнутри. То есть, вы же знаете, что если есть любой непотопляемый корабль, который снаружи никак не потопить, то можно просто взять, например, отравить команду матросов гнилым мясом, и корабль прекратит свое функционирование. Вот, собственно, Советский Союз отравили гнилым мясом. Что касается современной России, весь западный консенсус здесь сидит со своими финансовыми интересами. Но, говоря вообще откровенно, эти финансовые интересы, они не преувалируют, они не главными. Они не главными здесь являются. Здесь являются главными убрать непредсказуемого партнера, как это у нас сейчас называется, убрать непредсказуемого партнера, обладающего ядерным оружием. Это единственное государство в мире, которое может уничтожить и коллективный Запад, и США, в общем-то, при желании. Поэтому задача стоит Россию расчленить. Это первое. Второе. Вывести все ядерное оружие, которое есть на этой территории. Ну и третье. Взять под контроль любые ядерные объекты, включая ядерные электростанции. Ну и задача, откровенно, которую ставила еще Маргарет Тэтчер в 70-х годах, это сокращение населения. То есть, с ее точки зрения, на всей этой территории достаточно 15 миллионов человек, там ни к чему, ни 200, ни 150, вообще нисколько. Поэтому, конечно, задача расчленить. Что касается, например, Украины, Прибалтики, других государств, которые раньше входили в Российскую империю большую, мы с вами видим уже, что сейчас это все расчленено. Причем все эти, получившие свободу, самостоятельных государств, они фактически являются антиподом России. Ну, потому что политика такая. Дальше, соответственно, стоит план, нужно как-то Дальний Восток оттянуть, дальше нужно Национальные Республики с превалирующим мусульманским населением отключить как-то, да. И вот против этого всего выступает нынешняя коллективная власть в России, которую лицетворяет Путин. Но, если говорить об экономических предпосылках, в Советском Союзе все было народное, это социалистическое государство, очень сильно концентрированное, такая индустриальная империя была, советская. А в России все крупнейшие стратегические предприятия принадлежат тем бенефициарам, которые как бы хотят ее развалить, да, что казалось бы глупо. Но, на самом деле, ну, например, там в СМПО «Ависма», там 60% мирового производства «Титана», главные покупатели «Боинг», «Эрбас», и в том числе американские военные корпорации, принадлежит американцам. «Русал», русский алюминий, крупнейший, один из крупнейших заводов в мире, принадлежит американцам. Любые производства, которые связаны со стратегическими какими-то металлами, материалами, принадлежат американцам. «Сбербанк», ну, или «Сбер», как его сейчас называют, крупнейший банк России, где деньги, 90% населения, фактически принадлежит англичанам и американцам. Это не государственный банк, как многие думают, «О, Сбер» — это государственный банк. Ничего подобного. Это американско-английский банк. То есть, в принципе, «Газпром», если разобраться, принадлежит тоже иностранным бенефициарам. Да, там есть какая-то часть акций государства. Мы тут в моей закрытой группе обсуждали. Там очень сложная структура акционерного общества. Вот, например, здания в Питере и на наметки на главные офисы принадлежат действительно «ПАО», «Газпром». А вот добывающие, транспортирующие мощности, они все структурированы через офшоры и через определенные трасты, где даже бенефициары не светятся. Но это точно не российские бенефициары. Я утверждаю, что владельцы «Газпрома», «Роснефти» и так далее, они даже по-русски не говорят. Я даже слов не знаю таких. Поэтому, смотрите, есть какая-то внешняя сила, которая хочет сюда войти, чтобы что-то завоевать, я имею в виду, в России. И смысла нет. Здесь уже все завоевано, все очень хорошо все работает. То есть, то, что сейчас Россия добывает, производит, вывозит, все эти деньги уходят бенефициарам туда. То есть, в России практически ничего не остается. 5-7% того, что она вывозит. Ну и, собственно, те налоги, которые поступают в государство. Но, опять же, во главе этой всей верхушки пирамиды сидит Центральный банк России, который выполняет функции currency board. Может быть напечатано ровно столько рублей, сколько было выручено долларов. Поэтому, вот эти все налоги, они складываются в Фонд национального благосостояния, в Фонд будущих поколений, в Резервный фонд Центробанка России, на который закупаются американские облигации. Да, сейчас меньше, но, тем не менее, закупаются, на которые закупаются американские доллары и так далее. То есть, на лицо мы видим полные признаки прямой колонии. То есть, Россия является такой же колонией. Ну, я не знаю, как в свое время Великобритания, например, завоевав Индию, получала оттуда колоссальное богатство. Внутри народ не богател. Ну, Англия сумела вывезти там все золото, прямо вообще, все, что было доступно, все это вывозилось. Звучит очень, ну, так, сенсационно, что Россия колония Соединенных Штатов Америки или там коллективного Запада, но это ли было целью развала Союза? Может быть, это просто люди, которые добились своей цели и сейчас так, как есть? Вот представьте себе, что вы сейчас собрались купить какое-то предприятие или даже группу, группу, например, деревообрабатывающих предприятий в Польше. Вот вы, вы, допустим, лично купили, там есть 4 крупных завода, которые выпускают ДСП, МДФ, фанеру и другие там деревянные изделия. Вы купили эти предприятия. Если вас там обманывают, воруют у вас прибыль, занимаются каким-то мелким жульничеством или воровством, да, у вас есть задача как у собственника привести это все в порядок. И вы можете действовать несколькими способами. Первое, заменить правление, то есть вы же акционер, вы можете поменять генерального директора, поставить свои контролирующие органы, но если ситуация уже вообще не поддается никакому управлению и вообще ничему, тогда у вас есть, наверное, возможность обратиться в правоклиникные органы и совершить силовой захват этих своих же предприятий себе вернуть. Если это не работает, то вы тогда идете войной на Польшу, завоевываете Польшу, чтобы забрать не только эти предприятия, а все остальные, которые вам, допустим, для чего-то нужны. Я просто говорю, что экономической причины у запада коллективного для развала России сейчас нет, поскольку все предприятия и так их принадлежат, ну львинная доля, да, скажем, не принадлежит только инфраструктура, на которую надо деньги тратить. Это все находится в фонде федерального имущества, и то, если говорить о дорогах, мостах, это все сейчас концессия, это государственно-частное партнерство. То есть, экономических причин никаких нет. Россия очень послушный партнер. Она честно экспортирует свое сырье и свою продукцию, в том числе и сельскохозяйственную. Вот в этом году, по прошлому году, Россия поставила абсолютный рекорд по экспорту продовольствия за всю свою историю. Там было экспортировано в общей сложности на 38 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем вооружение она экспортирует. То есть, Россия все делает, она все вывозит по общепринятым ценам, все предприятия управляются. Я, например, был на некоторых олигархических предприятиях, ну, типа там русского алюминия, русал, там сократили, была численность рабочих 18-20 тысяч, кормились с этого завода, их сократили до 3-4, эксплуатация увеличилась, нагрузка на каждого рабочего увеличилась, вся прибыль идет в США, поскольку это американская компания, соответственно, здесь платятся налоги НДФЛ, там какой-то НДС, если здесь продаются продукции и так далее. Какой экономический смысл сейчас разваливать эту стройную систему? Экономический смысл только один. Дело в том, что в любой стране, там в России, Украине и так далее, очень много пенсионеров, то есть очень много того крепкого стареющего поколения, которое послевоенное, оно пережило войну, оно не хочет умирать, они живут там себе до 70, до 80 лет, им надо пенсии платить, это нагрузка колоссальная, 40 миллионов человек, может быть, с точки зрения хозяина, очень много драмоедов, надо их посокращать, но тогда, наверное, да, у них есть смысл, значит, начинать какую-то военную операцию по присмирению, там, или по сокращению. Зачем, Геннадий? Пандемия же! Пандемия, это как бы, в принципе, это экономическая операция по увеличению рентабельности. Вы же знаете, что когда предприятие упирается в пик своего развития, а капитализм, мы с вами видим, он прошел пик, то есть, на сегодняшний день мировое ВВП уже никогда в жизни не вернется до состояния 2019 года, этого не будет никогда, все, мы это видим, потому что компартия Китая, например, насильно закрыла 15 из 17 заводов, которые занимаются выплавкой магния. А магния это важная составная часть всей автомобильной отрасли, авиационной отрасли и так далее. А закрыли они потому что якобы им не хватает угля, не хватает электроэнергии магний плавить. Ну вот вы просто подумайте на эту тему, как такое вообще могло быть. Теперь останавливается автомобильное производство, теперь мы узнаем, что из-за того, что повышены цены на чипы, вот например, там в России остановились полностью три конвейера автоваза в Тольятти. Больше все Жигули не производится, потому что Бош Россия перестала поставлять компоненты, которые связаны с дефицитом чипов. Я вам просто для чего это говорю? Для того, чтобы понимать, что наша цивилизация, вот современная, капиталистическая, она абсолютно точно достигла пика своего развития, ей дальше некуда развиваться. На земле не осталось территорий, не охваченных глобальной кооперацией и глобальным капитализмом. Значит, что нужно делать, когда компании некуда развиваться? Ну вот, я работал в крупных компаниях, я знаю, основная проблема сокращать издержки. То есть, нужно сокращать издержки, увольнять тех, кто плохо работает, сокращать какие-то лишние социальные затраты, это обязательно так происходит. Если вы помните, когда прошла приватизация предприятий, например, там, в Украине тоже были эти все санатории, вообще Украина это было последнее уникальное государство вплоть до 2014 года, у которого количество коечных мест в больницах, в стационарах на тысячу человек было самым высоким в мире, вы представляете? Даже выше, чем на Кубе. Я уже не говорю там про США, Европу, то есть социальная часть была очень грандиозная, она, конечно, большие расходы привлекла, и когда пришел МВФ, то он начал диктовать, давайте сокращать социалку. То же самое сейчас происходит в глобальном плане, то есть нас очень много, нас скоро будет 8 миллиардов, 7 миллиардов 900 с лишним миллионов, там, каждый день, каждую минуту это население увеличивается, но производительность как бы труда, то есть добавочная стоимость, увеличение капитала, прекратилась, увеличение капитала идет за счет увеличения спекулятивных операций, что делать, надо проводить оптимизацию, то есть нужно вот эти непроизводственные, а тем более незадействованные в общем обороте капитала единицы сокращать, если вы живете в Киеве, работаете, у вас есть карточки банковские, вы платите налоги, значит, вы та единица, которая учитывается этой системой капиталистической, а если вы живете где-нибудь в Мьянме, у вас даже паспорта нет, естественно, у вас нет никакого банковского счета, но при этом вы едите рис, вы потребляете воду, электричество, зачем вы нужны этой глобальной системе, где она от этого профит видит, где прибыль от этих людей лишних, и таких лишних людей, ну, набралось с точки зрения глобалистов, там, несколько миллиардов человек, вот, собственно, они подлежат сокращению. Страшные циничные вещи, а вот, а как вы объясните через эту же призму ситуацию на границах в целом, и этот миграционный кризис, который, ну, якобы, одни говорят, спровоцировал Путин с Лукашенко, другие говорят, что это просто, ну, Европа с жиру бесится, и все линут в Германию, чтобы жить лучше, а там, где они жили, просто жить невозможно, ведь это тоже очень интересный с, ну, как вопрос для аналитика и финансиста, не правда ли? Да, очень интересный, я очень много слушал всяких объяснений этой всей истории о том, что это, да, операция Путина против Европы и так далее. Первое, что я хочу сказать, не из моей любви к Путину, у меня нет к нему любви. Путин здесь абсолютно ни при чем, вот совершенно, просто, даже логистически, политически, вообще никак, потому что, если мы с вами посмотрим всю логистику, логистикал, была следующая, были четыре государства, из аэропортов которых, даже пять, вылетали курды, это была Сирия, из Дамаска они летели, в Минск, этот рейс закрыт, это была Турция, естественно, потому что, вы знаете, там 30% населения, это курды фактически, они из всех турецких аэропортов, включая Анкару, они вылетали в Минск, дальше, это был Ирак, из Ирака люди вылетали в Минск, да, и частично, там, это был еще Иран, то есть, это были прямые рейсы, Багдад, Минск, например, вопрос, почему Путин, как-то регулирует сообщение, между Багдадом и Минском, смотрите, что, первые шаги, глобального переселения народов, большого, нового, Слушайте, ну, давайте с вами так, мы же хотим говорить, как прав, слушайте, я вот честно скажу, я посмотрел от начала до конца, недавно на вашем канале, и всем очень рекомендую, ну, правда, там российский, я не знаю, как посмотрят зрители на украинском языке, было интервью с Надеждой Савченко, летчица известная, известная личность, бывший депутат парламента украинского, слушайте, насколько здраво человек мыслит, серьезно, я вот, я прям обзавидовался, у нас на российском телевидении не очень много таких людей, которые могут здраво мыслить, так как Савченко. Надей, чаще смотрите Политеку онлайн, и вы, кстати, обязательно буду смотреть, подписка, лайк, комментарий, подписка, да, лайк, комментарий, слушайте, мне очень нравится, как она рассуждает, она рассуждает логикой, а не какими-то там теориями, слухами, не делает вид с таким, знаете, есть такие иногда гости, которые сидят с таким умным видом, и так, ну, я-то знаю, там, у меня там свои каналы, или у нас тут есть один политический деятель в России, который говорит, что он там связан чуть ли не с секретарем Господа Бога, и тут ему напрямую звонит по специальному телефону, нет, давайте анализировать открытую информацию, начиная со времени конфликта в Сирии, общее количество беженцев, которые принял Евросоюз, было более миллиона человек в первый год, как это все происходило? Это все происходило централизованным образом, то есть, фрактовались корабли, и сейчас прослеживается конкретная связь компаний, которые платили за фракт кораблей для перевозки из Африки, из Ближнего Востока, беженцев в Великобританию, в Италию, во Францию, фрактовались за деньги благотворительных фондов, у которых соучредителем является Джордж Сорос, то есть, завоз беженцев в Европу, это было централизованное подрывное мероприятие, которым занимались глобалистские структуры, вот сейчас 35 человек на границе Белоруссии и Польши прорвались таки в Польшу, да, вот они прорвались, 35 человек, читаем BBC, вчера, судно с 1350 беженцами прибыло в Великобританию, все, всех приняли, разместили, войны не было, никого не стреляли, вы поймите, что вот те беженцы, это правильные, демократические беженцы, вы просто спросите, а кто это судно арендовал, это же легко прослеживается, есть же этот бот-радар, на котором вы видите все суда, там видно, кто фрахтовал это судно, кто ему деньги платил за перевозку этих 1350 беженцев, и вы сразу поймете, что это централизованная акция, санкционированная на высочайшем уровне, кто такие эти люди несчастные, которые собрались на белорусско-польской границе, это люди, вот я просто видел с ними интервью, которые заплатили по 15 тысяч долларов, там у себя дома, определенным структурам, которые приняли, купили им билет, оплатили гостиницу Минск, в центре Минска, приняли их трое суток, там размещали, а потом на личном автотранспорте, это граждане Белоруссии, отвезли их к этой самой границе, вопрос, в таком государстве, авторитарном, как его называют, последний диктатор Европы, Лукашенко, мог это видеть и предотвратить как-то, то есть, он же мог понять, что, зачем эти люди сюда приезжают, мог, конечно, почему он этого не сделал, да потому что Лукашенко очень сильно на себя принял вот эту всю революцию, которая состоялась в год выборов в Белоруссии, и, конечно, он как бы хотел показать всю свою значимость, всеми силами, чего стоит только одно заявление, что он сказал, а я вам перекрою газ, вот этот газопровод, который идет по территории Белоруссии и Польши, ну, в смысле, ну как ты перекроешь, это не твой газопровод, это он идет, ну, он идет в Европу дальше, но во всем видно, что он страшно обиделся на своих друзей, по вот этой Брест-Литовской коалиции, по великому литовскому княжеству, помните, он и в велопробегах участвовал, ездил в Литву, принимал у себя президента, с поляками они очень дружили, потому что там большие, этнические у них там, культурные корни и границы, а теперь он на них на всех обиделся, потому что с территории этих государств вещали его оппоненты, оппозиция, но как же-то он им должен насолить, конечно, насолил, перекрыл в Литве транзит весь, грузовой, морской транзит, перестал поставлять электроэнергию, в направлении Польши тоже устроил там, фильтрацию большую на границу, с Польшей практически у него, он находится сейчас в конфронтации, можно ли сказать, что Лукашенко организовал этот транзит, что он отправил людей в Сирию, в Ирак, и эти люди там по 15 тысяч долларов продавали билеты в эту гостиницу Минске и на самолеты Белавия, ну нет, конечно, то есть это все начало происходить, поскольку там была дырочка, этим воспользовались умелые торговцы, а Лукашенко, увидя это, не остановил, более того, ему даже эта ситуация нравится, он сейчас говорит Европе, посмотрите, вы поливаете слезоточивым газом и водой людей, там 37 человек замерзло, в лесу просто замерзли, скончались, их нет, и Лукашенко им дал какой-то логистический центр, дал одеяло, они там... Но здесь очень важный момент, после разговора с Меркель, за что Меркель была раскритикована, но это как бы, это вот одна сторона медали, давайте вернемся все-таки к вот этой, ну там теории условно, да, что вот на территории, там пол России займут китайцы, на территории Украины будут все народы, которые устремятся в Европу, потому что в Средней Азии и там южнее, жить будет невозможно, климат поменяется. Там и так жить невозможно, давайте возьмем с вами историю Средней Азии, начала 20 века, нам в каждой из республик Средней Азии жили по полтора, по три миллиона человек, там не было такого населения, они стали размножаться, благодаря тому, что фактически выпили Аральское море, да, то есть там пошла мелиорация, пришла вода туда, где раньше было мало, но раньше не было техники, как ее добыть. То же самое происходит во всех странах, куда пришел прогресс, если мы возьмем Саудовскую Аравию, и в начале века ее население составляло 4 миллиона, сейчас там более 60 миллионов человек. Фактически, если отключить внешнюю поставку, да, у них есть нефть, но если отключить внешнюю поставку продовольствия, там, и других товаров, то это население очень быстро сократится до миллиона, ну, там, в течение трех лет. То же самое со Средней Азией. Да, там на самом деле не очень хорошо жить, потому что там мало плодородных полемных земель, хотя там в Узбекистане их, допустим, очень много, там их достаточно, в Таджикистане они тоже есть, там есть крупные реки, но это все инфраструктура, на это надо деньги вкладывать. Что касается Китая, который займет Россию, господа, ну, это смешно, я это часто слышу на украинских каналов, ну, просто вообще мне, давайте, давайте анализировать информацию более полно. Кто такой Китай сейчас? Китай один из крупнейших глобальных игроков. Кто ему противостоит? США, и мало того, весь Запад противостоит Китаю. Вопрос, есть ли у Китая возможности, такие силы, военные в том числе, научные, производственные, противостоять всему земному шару? Очевидно, что нет. Абсолютно он не готов это делать сейчас. США и Запад сильны, и как бы пока что нет такой силы, которая может с ними справиться. Вопрос, достаточно ли Китай имеет собственных ресурсов для жизни? Есть ли у него авторки? Абсолютно не имеет. Никаких. То есть у него, у него не хватает ни энергоресурсов, ни продуктов питания. Сейчас, кстати, 35% экспорта продовольствия российского идет в Китай. Если его остановить, то как бы там голод вот так начнется. Через неделю или две. Поэтому Китаю на ту территорию, которая ему помогает, кормит, дает нефть, газ, продовольствие, нападать сейчас. Зачем? Тем более на Восточную Сибирь, там ничего не производится. Все производится к западу от Урала. Вот туда, да, есть смысл нападать, но это не его территория. На эту территорию хотят напасть другие. Понимаете? А что там за Уралом производится у нас? Самолеты Су-57 где-нибудь там в Иркутске там или в Комсомольске на Амуре или еще где-то. Зачем они ему нужны? Они ему не нужны. Это бессмыслица. Китай, если он будет объединяться с Россией, а США и Запад будут окучивать, ну там делать грубый прессинг на Китай, на Россию, он выстоит. То есть бесполезно. Если Китай с Россией, он выстоит полную морскую блокаду. Они же сейчас устроили практически морскую блокаду. Поэтому сейчас Байкало-Амурская магистраль третья очередь строится. Потому что сейчас очередь из китайских грузов через российские железные дороги колоссальная. Просто все перегружено. Поэтому этого никогда не будет. Вообще никогда не будет. Об этом надо забыть и даже не повторять. Если вы от кого-то услышите, что Китай захватывает Россию, я вам скажу, да, возможно. Но ближайшие 25 лет нет. Да, конечно, у них это все есть в голове, это все понятно, это логично. Но ближайшие 25 лет нет, не захватят. Украина. Да, конечно, Украина, они почувствовали, что вот Украину ранили в бок, она ослабла, остекает. И сейчас, значит, румыны там свою культурную автономию, венгры, турки уже прямо заявляют. Вы видели эту карту, которую подарил лидер националистической партии, турецкой, которая идет вместе с блоком с партией Эрдогана? Да, Крым это турецкая территория. То есть, это не Украина, это не Россия, там, не еще что-то. Это не крымско-татарская автономия, турецкая территория. Ну, как и, впрочем, там половина России. То есть, у него есть свои планы. В России очень многие политики говорят о том, что Новороссия это, в принципе, исконно русские земли, которые Хрущев присоединил, их надо тоже забирать. Но посмотрите просто, как это все выглядит со стороны. Это выглядит, что вот это здоровое тело Украины, значит, собаки со всех сторон откусывают, хотят растащить. Вопрос, надо ли это, допустим, России, грубо говоря, или Путину? Нет, не надо. Вопрос, ну, если спросить, Путин хочет, чтобы Румыния, там, Закарпатье забрала или там кто-то, или Польша забрала Львов? Нет, не хочет. Значит, хочет ли, чтобы, да, вот мы видим эту карту, она, конечно, здесь не очень такая, собственно, резкая, да, ну, видно, да, что, да, собственно, город Одесса, это же крепость Очаков, это турецкая, они что думаете, забыли это? Они забыли, что вы живете на турецкой земле, там, все это побережье Черноморской Украины, турецкая земля, поэтому, что делать в такой ситуации? Является ли надежным союзником, допустим, здесь блок НАТО и США? Я вам могу сказать, что, вот, вся эта история о вступлении Грузии в НАТО, Украины в НАТО, она абсолютно бессмысленная, со стратегической точки зрения, по той причине, что по пятой статье устава блока НАТО, вы понимаете, что если какая-нибудь из третьих стран вторгается на территорию союзника, члена НАТО, то весь блок НАТО должен за это заступиться. Что такое весь блок НАТО? Это США, это понятно, что ни одна страна по своей инициативе, например, та же Франция, не может поехать и там за кого-то заступаться. Мы с вами помним историю, но вы-то, наверное, не помните, я хорошо помню историю, когда была агрессия против Югославии, и два французских фрегата, которые пытались участвовать в обстреле Белграда, были полностью заблокированы. Оказывается, на них была установлена операционная система Windows, которая почему-то отказалась работать. То есть, блок НАТО это США, поэтому, если какой-нибудь внешний агрессор нападает, например, на члена НАТО Латвию, ну, к примеру, вот пошли там взять русские танки, значит, идут там и в Ригу, и в Юрмалу, что происходит? США должны вступиться, то есть, США должны направить свои вооруженные силы для того, чтобы противостоять агрессору, согласно пятой статьи, согласно уставу. Вопрос, если американская армия вторгается на территорию России, то что получается? Третья мировая, ядерная. Она нужна американцам? Нет, не нужна. Русским нужна? Нет, не нужна. Соответственно, блок НАТО уже можно распускать задним числом, потому что, очевидно, что весь блок НАТО существует только ради одной цели, он против России существует, потому что против Китая существует СИАТА, там, и весь этот новый американский, австралийский, английский союз. То есть, блок НАТО существует конкретно против России. Причем, у бенефициаров, у владельцев стран и бизнеса блока НАТО, весь бизнес тоже, их находится в России. Как эта война будет выглядеть? Вы реально думаете, что НАТО, Америка готова из-за Польши ядерными ракетами бомбить Москву? Как бы? Ну, нет, не готова, ну, очевидно. Ну, глупость же. Так что, никакого НАТО нет, забудьте. Если сейчас состоится вот эта провокация какая-то с войной, которая сейчас готовится, мы видим, что техника с обеих сторон, да, она как-то так приближается друг с другом. Если состоится эта провокация, США там точно участвовать не будут. Ну, просто вообще не будут. И по ряду международных договоренностей, и по тому, что, а есть опасность развязывания мировой ядерной войны, этого точно не будет. Это будут какие-то локальные конфликты, которым дадут какое-то время развиться, а через несколько дней там будут всех собирать для того, чтобы договориться о перемирии или о мире вообще. Я бы хотел вот еще один вопрос вам задать, потому что мы достаточно, ну, о глобальном поговорили в начале, о том, что было, да, вот сейчас немножко на примерах разъясняем, что будет, куда, ну, вот пошатнется, или пошатнется ли мир, или как будет развиваться мир в финансовом плане. И, вот, с надеждой у вас спрошу, как украинец, да, с надеждой спрошу, есть ли вообще перспективы у украинцев в этом вопросе, потому что, вот, когда особенно читаешь статистику, ну, у нас, наши средства массовой информации, вот, Украина лидер по, там, популярности криптовалют, это же как-то немножко тешит город, значит, мы в тренде, а в тренде ли все это, исходя из того, о чем мы с вами поговорили? Криптовалюты, безусловно, в тренде. Если говорить о развитии там цифровой гривны, это фактически вопрос решенный, это решает не Украина, потому что уже и Индия, там сопротивляются только Соединенные Штаты, они говорят, нам цифровой доллар не нужен, все остальные будут внедрять цифровые валюты центральных банков, Украина объявила о введении разработки цифровой гривны, это да. Что касается смелого закона о криптовалютах Украины. Ну да, был рассмотрен. Дальше появился президент, который сказал, что давайте мы доработаем, так нельзя это все пускать на самотек, это мы все учтем здесь, правильно обложим налогами, придумаем правильное регулирование. Я просто думаю, что на самом деле вот эти все органы, финансы, Министерство финансов Украины, Национальный банк Украины, это такие же глобальные структуры, как Центробанк России или Банк Англии. Они абсолютно подчиняются одним и тем же законам и Базелью Третьему, и Всемирному банку регуляции ММВФ. И никто не позволит, если мы с вами говорим криптовалюта, у них же, смотрите, у криптовалюты такая задача, сделать так, чтобы ваши деньги были только вашими, чтобы об этом никто не знал, и чтобы не было никакой возможности их заблокировать или арестовать. Если мы поговорим о криптовалютах с точки зрения любого государства, Украины, неважно какого, то их главная задача знать, сколько этих денег, у кого они, и правильно обложить их налогами. Я вообще вижу, что любое законодательство по криптовалютам в разных государствах, какое бы оно ни было, например, там очень жесткое, как в Китае, или такое достаточно либеральное, как где-нибудь в Сингапуре и США, приводит к тому, что любой держатель криптовалют становится как бы клиентом банка. Сейчас даже DeFi проект или DeFi, представляете, стали требовать KYC, то есть, казалось бы, это децентрализованные финансы, а вообще никак там не может быть идентификации личности, они у вас требуют паспорт. Я бы, честно говоря, единственное, вот что, да, Украина действительно, наверное, там в тройке стран мира по, наверное, по интеллектуальному потенциалу, потому что очень много программистов, вот куда ни копней в любой проект глобальный, криптовалютный, конечно, найдешь там программистов, выходцев с Украины, это правда, это да. Если бы государство действительно было самостоятельно, мыслило глобально и мыслило стратегически, то, конечно, надо было бы создавать в Киеве такую криптодолину, у которой был бы особый налоговый статус, и которая привлекла бы большое количество думающих людей туда для создания каких-то криптопроектов, каких-то инноваций и так далее, потому что, ну, я знаю, там есть украинские криптобиржи известные, они считаются то ли английскими, то ли российскими, ну, я просто знаю, что они там украинские, ну, работают же как-то, есть там инновации, есть, конечно. Я смотрю скептически, честно говоря, не то, что там на перспективы развития украинского крипторынка, я точно так же скептически смотрю на перспективы развития российского и английского крипторынка а он будет развиваться не благодаря регулированию а вопреки и мимо этого регулирования но все равно он будет развиваться единственное что вот сейчас допустим если мы говорим про беларусь это лукашенко разрешил там законно майнить там прям вообще это можно делать законно в россии сейчас этот вопрос рассматривается это уже практически решенный вопрос это будет законно правда будет сильно обложено налогами будут другие тарифы и так далее вот это уже какие-то действия которые помогают вот я уверен что если посмотреть на белорусский бюджет там уже есть доходы от крипто деятельности там есть биржа currency com там есть майнинговые пулы есть это их силиконовая долина крипто силиконовая долина я считаю что вот если бы например президент украины сказал что для нас это приоритетное развитие потому что это развитие интеллектуального потенциала и высокой добавленной стоимости давайте мы создадим где-нибудь я не знаю в одессе но обычно знаете силиконовая долина это море тепло создадим такой центр где мы будем приветствовать все эти компании проекты которые не будут облагаться налогом ну может там каким-то я не знаю муниципальным но не будут облагаться это было бы хорошо просто это сами граждане украины они настолько подвижные умные что у них очень много я не знаю ни одного депутата госдумы у которого были бы криптовалюты а здесь мы с вами видим прошли декларации украинских депутатов полно криптовалюты ну к смысле большие суммы вообще очень большие на руках просто сами люди к этому стремятся они к этому склонны им нравится эта свобода возможно это украинская тяга к этой свободе да вот потому что им надо не иксы в этой криптовалюте не заработать на ней нужна свобода анонимность чтобы они могли свои деньги в любой момент потратить я вижу перспективу но государству надо пошевелиться чуть в этом направлении немножко включить мозговой штурм сделать да геннадий я благодарю вас за эту беседу я очень надеюсь что найдет свой отклик в наших комментариях лайках ну и конечно же подписки на наш youtube канал очень здраво и интересно получилось спасибо вам спасибо вам александр всего доброго